Привет, мой горячо любимый попутчик. Радуюсь, что наши вольные поиски совпали как минимум на то время, пока я и ты, ты и я ищем чего-то еще и пытаемся понять, чего именно. Это об этом я говорил в предыдущем видео. Я очень рад поделить с тобой гипотезы ответов на некоторые вопросы в пути. Что есть в мироздании? Это был мой первый вопрос. И ответ. Есть лишь отрывки некого Божьего программного хода, они же души, по Божьему промыслу ищущие баланс. Я душ, хабаланс и тоже было все в предыдущем видео. Ссылочки под видео будут и на моем сайте etionaloption.com и в блоге тоже. Вот, то есть души, ищущие баланс, совершенствуя коды, управляющие материальной стороной, как эмуляцией духовной стороны. Коды материальной стороны – это то, что мы ощущаем как разум. Мозг, процессор, ну так, то есть вот этот тумблер объектов материальной стороны, то есть разум, тело, там, не знаю, дерево, что-то типа того. Что происходит в мироздании? Работа душ по компиляции разрозненных отрывков программного кода в единый, цельный код. Более такие интимные вопросы. Ты вообще есть? И кто ты? Я или эго, по моему разумению, это есть опять же эмуляция души, нарисованная разумом. То есть картинка, проще говоря. Я есть только часть, то есть вот это вот эго. Это только часть программного кода или, образно говоря, клетка, призванная в сотрудничестве с иными клетками создать единый организм. Он же код. Вот, и понять, увидеть, что дальше. То есть когда ты понимаешь, увидеть, что дальше там за поворотом, там или за горой, это и есть, собственно, просветление. То есть просветлиться клетка должна, или кусок программного кода, или душа. Правильно сказать, душа должна просветлиться. И последний в этом видео вопрос, на остальные буду отвечать позже. Зачем ты пришел в мироздание? По моему разумению, душа пришла учиться, совершенствоваться, объединяться с иными душами. А также самое важное, что нужно сделать, это сдать экзамен ему, автору, на профпригодность. Но, опять же, что есть профпригодность, это, наверное, где-то ближе к просветлению будет понятно. То есть пока тут я не буду ничего комментировать. То есть, чтобы вот эти все мудрости как-то вот совсем проще просто сказать, есть элементарный пример. То есть космонавты на тренажерах, когда там в подготовительном центре, крутятся там на своих вот этих центрифугах, еще 3D-очки можно теперь уже, наверное, надевать, я так понимаю, перед полетом в космос, и увеличивают нагрузки там по мере улучшения результатов. Вот, собственно говоря, то, чем души занимаются, приходя в этот мир. Вот, в общем, то, что я выше в теории описал, вот такой практический пример для понимания. Продолжение следует. Вот, и большая просьба проинвестировать, пожалуйста, твой кусочек программного кода, оставив коммент под этим видео. Увидимся, пока!